Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финнам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня ура-ура пятница. Ну, ура-ура по поводу того, по поводу чего, собственно, я восклицаю. Мы сегодня подводим финансовые итоги недели, вот исключительно по этому поводу. Можно сказать, ура-ура, я завтра на работу не иду. Ну, вот я обычно по этому поводу я грущу, я тебе хочу сказать. И с нетерпением жду понедельника, чтобы наконец-то вновь погрузиться в эту замечательную атмосферу. Ну, да ладно. Итак, мы подводим сегодня финансовые итоги недели. Неделя была неплохая, ну, в том плане, что она была насыщена событиями, движениями, ну, и, наверное, какими-то идеями. Об этом мы сейчас и поговорим. Представлю гостей сегодня в студии Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Добрый день, Даша. И в студии Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management. Добрый день, Андрей. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Пишите, кстати, по адресу, да, еще напомню наш интернет-адрес, финанс.фм. Ну, и начиная разговор, 15.07 в Москве уже. Посмотрим, что происходит на финансовых площадках в это конкретное время. Вчера закрылись, позитивно закрылись американцы. 0,08 доу-джонс, 0,2 СНП, 0,7 NASDAQ. Азиатская сессия единственная, вот сегодня, я так смотрю, в целом на все это дело выглядит не очень убедительно. И в том плане, что Nikkei потерял почти 3% и снизился на 0,5% Шанхая Композит. Европа, правда, да, вот Фуции тоже ниже Ватерлинии на 0,1%, ну, а индикаторы российского рынка вяло прибавляют. РТС 0,05% и 0,1 МВБ. Рубль, ну, наверное, можно сказать, продолжает снижение, да, 32,60. Сейчас я посмотрю, что на его котировку конкретно. В общем, пока все в тренде. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 106,90, а нефть марки LightSuite 104,5. И вот здесь как раз Леша за эфиром говорил, опять расширяется разница, спред между двумя этими сортами. Золото 1328 за унцию и евро-доллар забрался-таки выше 1,32. 32,76 его текущая котировка, ну, и там, если смотреть на графики, по крайней мере, да, следующая его, следующая остановка, ну, или, по крайней мере, следующая цель в районе 1,34, это максимумы, собственно, 2013 года. Смотрим на набор голубых фишек. Они сегодня, как всегда, разнонаправлены. Среди лидеров падения Росгидро полтора процента теряет. Сбер теряет полпроцента. ВТБ, напротив, прибавляет 0,8. Также прибавляет Газпром почти процент. И 0,3 акции МТС. Да, Уралкалий, собственно, закончили мучить, видимо. Прибавляет 2 процента, да, все. Слив каким-то образом приостановился. Ну, это радует. Хорошо. Итак, вот такова, собственно, картина маслом. И вернемся к нашей теме, к нашему разговору пятничному, еженедельному. Финансы и итоги недели. Каковы они, Леш, в общих чертах? Чем тебе запомнилась эта неделя? Что она добавила? Неделя запомнилась попытками индекса ММВБ забраться выше 200-дневной средней, либо экспоненциальной, либо простой, кто как построил их, тем не менее. То есть, по большому счету, диапазон 1430-1440, он оказался непройденным. И даже какое-то коррективное движение последние три торговых дня вчера вообще был заход ниже, чем 1400. Посмотрим, как закроемся сегодня, потому что сейчас всего 1403, значение ММВБ, да, еще торговать три часа. И вполне мы можем даже при неблагоприятной ситуации обновить вчерашний минимум, тем более, что в пятницу, сейчас лето, летом в пятницу часто какие-то сливы бывают, какие-то неприятности буквально за последний час или полтора. В принципе, на мой взгляд, рынок не особо интересный. После вот того резкого движения с 1350 на 1440, который мы наблюдали в середине месяца, сейчас я говорю, вот даже попытка какого-то разворота по некоторым голубым фишкам, даже есть сигналы на продажу, либо на часовиках, либо на делеграфиках. Вот можно сказать это про Норильский никель, можно сказать это про Сбербанк обыкновенный, привилегированный, можно сказать это про Роснефть. Неким, так сказать, волшебным образом держится Газпром, хотя от максимума от 134 рублей он корректируется. Вчера показывал локальный минимум, тем не менее, сегодня опять мы видим, он торгуется выше 128. Но об этом, я думаю, мы еще поговорим, пару слов скажем. Что это за волшебство такое есть, с чем это может быть связано. Я бы еще отметил, что традиционно неплохо стоят бумаги, защитные бумаги, так называемые девальвации, то есть это префы нефтяные, Татнефть и Сургутнефтегаз. Но и там, в частности в Сургутнефтегазе, преф, на мой взгляд, возможно какая-то коррекция. Не знаю, правда, насколько она глубокой может быть, потому что там народ прогнозирует опять увеличение дивидендов по итогам текущего года. Но тем не менее, то есть некие технические сигналы, так сказать, на коррекцию по этой бумаге есть. Ну и вот за последние, да, мы говорим про эту неделю, текущую, выходящую неделю, хорошо себя показали такие бумаги, в принципе, как Магнит, как Транснефть, Преф, ну и вот из, наверное, более таких ликвидных бумаг МТС. МТС на ожидании реализации новой дивидендной политики, 1 августа может быть закрыт реестр на промежуточные дивиденды, то есть может быть оглашено решение Совета директоров по рекомендации по промежуточным дивидендам и вот по прикидкам, которые делали специалисты, вот наши Life Capital, про бизнес-банк, примерно выше 10 рублей на акцию могут составить. Да, потому что согласно тому фрифлоту, тем бумагам, которые находятся в обращении и той цифре, которая была заявлена, то есть можем получить больше 10 рублей на акцию. Это весьма неплохо, потому что за весь прошлый год было выплачено чуть больше 14 рублей. Вот поэтому на эту неделю... Ну, в целом, если собрать, да, все, так сказать, вместе... На самом деле, я думаю, текущая неделя это боковик и даже с попыткой сползания вниз, даже попытка рисования каких-то разворотных фигур. То есть обновление максимума не получилось, сопротивление не пройдено, вот, и в ожидании, так сказать, опять очередного заседания ФРС, какие-то страхи опять возрождаются. Ну, мы об этом поговорим чуть позже, Андрюш, твое мнение, да, уходящая неделя, как она выглядела? Хорошо, плохо, никак не выглядела? Ну да, тут надо дать немножко оживляжика. Оживляжика, давай. Изучаю тему медведей глубоко, глубоко изучаю. Оказывается, что бурый медведь, он замец на 100 килограмм легче, чем белый. Да ты что? Белый он 800 и даже 1000 килограмм. Одного возраста примерно, наверное, да? Да, 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 имею в виду. Белый медведь, если не ошибаюсь, самый крупный наземный хищник. Вот, если не ошибаюсь. Поэтому у нас сейчас пока нету недели, так сказать, белого медведя, у нас неделя бурого, более легкого медведя. Это был оживляж, конечно. Тогда еще один оживляж потом скажем. Неделя прошла по знаком снижения. Я смотрю сейчас на индексы, значит, те индексы, которые показали, значит, на прошлой неделе рост, они на этой неделе показали, снижили. Ну и наоборот. Поэтому, допустим, даже на прошлой неделе заварили машиностроение на то, что продажи машин упали в Европе и на автовазе. Но сейчас вот это восстановилось. То есть плюс на минус такого сильного падения мы все равно сейчас не видим по сектору. Но мне кажется, очень сильно ударило начало недели, когда вышли данные по производственной, по заказам менеджеров в Китае. И тогда понизили перспективы цен на нефть. У нас рынок достаточно чувствительный к этим ценам. Ну и также вот сланцевая проблема опять стала на первый план выходить, когда вышли данные о том, что добыча сланцев в США, значит, поставила рекорд абсолютный. Да, вот на месторождении крупнейшим бакен. Но это, мне кажется, очень сильно ухудшило. Ну тут еще... То есть это придавливает как раз, да, и цены на нефть в том числе. А на этом фоне такие-то более мелкие удары, значит, понижение аналитикам ведущих компаний цен на удобрения минеральные, там, поэролкали, выкуп. Ну, в общем, это более мелкие, которые, главное, все-таки нефть. А что касается, дальше будет? Ну, попозже же с вами. Да, я понял. Хорошо. Ну и по поводу оживляжа, давай, у нас просто осталось до новостей, буквально минуточка. На текущей неделе, так сказать, продемонстрировало нам, можно ли кукловодить на российском рынке, как удержать индекс от падения. Достаточно удерживать две ведущих бумаги на определенных уровнях, соответственно, как только они удерживаются, все вроде бы хорошо, как только по одной бумаге покупатель отступает, уходит как угодно. Заканчивается у него текущий заказ на покупку, ну, видим, что может произойти. Ну, а без интриги что-то за бумаги-то есть, Леша? Сбербанк и Газпром. Понятно. То есть, в принципе, ответ на вопрос, можно ли кукловодить на российском рынке, звучит... Вполне. Звучит положительный ответ, да, можно, вот для этого есть. Ну, с другой стороны, все равно эти самые кукловоды, они же должны обладать некими ресурсами для того, чтобы действительно в бедах стоять. Да, вопрос в том, к чему это проведет, то есть, это так называемая медвежья услуга, вот, например, Сбербанка, на мой взгляд, как говорится, и в прямом, и в переносном смысле в данном случае. То есть, и игроки простые должны себе отдавать отчет в том, что если они понимают, если они видят некие такие, как бы, не совсем, может быть, рыночные элементы, да, то лучше, может быть, из бумаги выйти, потому что, как только большой покупатель уходит, следует потом провал. Да, сразу полилось. Ну, что ж, вот такой оживляж от Леши Труняев. Спасибо огромное, сейчас мы новости слушаем и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Ну, что ж, да, Алеш, ты в продолжении. Важный момент, да, по поводу недели, пока не забыл этого, значит, вот мы говорили, я сказал, что попытка разворота вниз, да, по индексу МВБ, с чем это может быть связано? В частности, вот американский сорт WTI, он сравнивался с брендом, по значению было где-то 108,3, да, сейчас вот 104,5, и как раз вот текущая неделя, она их характеризуется тем, что по американскому сорту медведи пытаются развернуть рынок вниз. На мой взгляд, там возможна коррекция вплоть до 100 долларов, ну, как мне видится. По бренду я картину не смотрел, не знаю, вот по WTI успел посмотреть, а потом по поводу Китая, по поводу Китая. Извини, пожалуйста, по поводу нефти вновь уточню, смотри, возможно такая ситуация, что мы увидим действительно разворотный момент, и LightSuite уйдет к 100, а бренд сильно не изменится. Вполне возможно, потому что бренд это Futures, а там это цена на конкретную нефть. Китай, значит, вот в результате минусовой торговой сессии сегодня, о чем было сказано, какая там техническая картина, опять, как говорится, индекс запихнули в рамки понижательного канала. Была попытка из него выйти, она оказалась неудачной, неудачной. Рынки, спекулянты, инвесторы, как угодно, расценили те заявления властей Китая и финансовых, и политических, недостаточно основательными для того, чтобы рассчитывать на продолжение роста ВВП Китая такими же темпами, как они были раньше, то есть там между 7 и 9 процентами. Есть большие опасения по этому поводу. Следовательно, с технической точки зрения, индекс у нас опять оказался засунутым в понижательный канал. Вот это тоже важный момент. Все это, конечно, оказало влияние на нас, то есть нашему многострадальному МВБ как-то в такой ситуации расти было не очень. Несмотря на то, что сегодня вышли данные о том, что по данным до 24 июля зафиксирован все-таки слабый приток фонда, который инвестирует в Россию, но очень интересная разблюдовка. То есть сальдо, приток и оттока говорит о том, что спекулянты, спекулянты по Бриксу и России, они скорее фиксировали прибыль и выводили деньги. А вот инвесторы, более долгосрочные игроки, то есть те деньги, которые пришли откуда-то, перераспределяются там, скажем, на полгода, они вот и создали как раз приток. Да, они создали приток, то есть там была покупка. А спекулянты фиксируют прибыль, видимо, ожидали какой-то просадки краткосрочных. Ну, опять-таки, с точки зрения долгосрочных каких-то ожиданий, это хороший сигнал. Ну, формально наш рынок и наши компании по коэффициентам сравнительного анализа, они остаются дешевле аналогов, да, следовательно, у управляющих, в общем-то, есть повод для того, чтобы некоторую сумму перевложить. Другое дело, какую именно сумму, да. И как раз вот за счет спекулятивной фиксации, как было отмечено, доля в портфелях спекулянтов стран БРИКС и России, она как раз немножко снизилась до последнюю неделю. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел. Я понял. Андрюш. Да, ну вот я что хочу сказать. Написал комментарий, опять оживляешь небольшой, называется «Белый медведь», да, и мне вот клиент написал, вы такой паникер, каких на фронте расстреливали. Скажите, вот есть справедливость, да, вот предупреждаешь людей. Два момента, значит. Во-первых, в США август за последние 10 лет очень себя плохо показало для рынка нефти, посплошь рядом там обвалы шли. Именно в августе? Именно в августе, за 10 лет только, да. Второй момент — это Япония и ее зависимость об энергоресурсах, не только нефти, в том числе и газы. Вы помните, когда была авария, значит, атомная в 10-м году, много писали о том, что он будет экспорт России, там переректировать, СПГ. Тут, значит, приходит сообщение, что кабинет АБЭ, значит, решил перезапустить атомные станции. Ну, не все, да. Естественно, не все там инстанции. Это тоже негатив. Конечно. Что касается Америки, которая находится, индекс стандарт 500 находится в проценте, даже меньше, чем в проценте исторических максимумов, а мы уже посыпались. Ну, мы раньше это делаем, да, мы уже говорили об этом. Возникает вопрос. В Америке, значит, по статистике июньской, зафиксированы и большие продажи крупных инвесторов с 2008 года, да? Когда Американский рынок будет нормально корректироваться, может быть, эта коррекция начнется, связанная будет с 31-м числом с данным ФРС, может быть, когда, если будет... Июля причем, да? Да, июля. Да, на следующей неделе. Да. Может быть, еще что-то еще будет интересное, это мы пока не знаем, да? Что будет с нашим рынком? Он идет в минус, да? Он идет в минус, да, поэтому, по-моему, есть два варианта, ну, их больше есть, но два базовых, это 1350, мне кажется, по МВБ мы все равно никак не избежим встречи с этой цифрой. Но есть и второй вариант, что это не пределы, мы пойдем тестировать минимумы последних лет 1250, вот, и спокойно их протестируем, так что тут надо... Варианты, да, варианты. Вот сейчас наш рынок практически нейтральный, да, вот мы говорили о том, что в результате роста последних двух недель удалось, так сказать, схватиться, как за турник, за 200-дневную среднюю, или симпл, или экспонент, шел, неважно. То есть, медвежий дисконт практически нивелировали до нуля, но бычью премию создать не удалось, не удалось, и сейчас медведи опять пытаются начать этот дисконт создавать. Вот тот уровень, о котором Андрей сказал, 1350, там, может быть, чуть выше, 1370, это небольшая такая техническая коррекция в рамках предыдущего роста. Дальше, если медведям уже удастся развить успех, может быть, под влиянием каких-то внешних факторов и так далее, тогда, да, тогда уже будет серьезно, будет удар там в район 1300, и даже какие-то, может быть, попытки обновления. Ну, пока рано об этом говорить. Единственное, сейчас, конечно, радиослушатели скажут, ну, понятно, вот ваши прогнозы, а что делать? Сейчас опять вот доллар начал расти, да, и бивалютные корзины последние дни. Ну, значит, нужно опять обращать внимание на защитные бумаги, то есть на акции экспортеров, да, то есть это, конечно, нефтянка, и даже в случае коррекции, прежде всего, на подборе у нас, это Татнефть, это Сургутнефтегаз, это, возможно, тот же самый Лукоил с Роснефтью, хотя, может быть, в меньшей степени они не так дивиденды доходные, вот, а, возможно, даже и тот же Сбербанк, если сильно продисконтирует, вот сейчас, если будет сверху вниз прохождение 95, мне кажется, то сильное движение уже в сторону 90, вот, и дальше как уже... У меня сегодня активные слушатели с утра, да, вот, значит, мне сообщение, я, Шарчур Сбербанк, Шарчур Сбербанк, по 95, по 96 я продаю Сбербанк. Ну, просто у кого какие сигналы, да, то есть на деле графики 95,7, 95,8, это средняя линия конверта, нижняя, это чуть выше 90, да, то есть там конверт большой, и каждая полоса верхняя, нижняя, примерно 4-5 рублей, вот и все, то есть, соответственно, 4 рубля вниз, 4 рубля вверх, ну, и дальше каждый торгует там по своим сигналам, вот, и, возможно, да, если будет сильно продисконтирован Сбербанк, может быть, в августе какая-то, августовская будет коррекция сильная, то на него тоже надо посмотреть, потому что, как это ни странно, он у нас тоже, в общем-то, бенефицар от нефтяных денег, нефть у нас достаточно высокая была за последний месяц, я слышал такую фразу от одного из ведущих РБК ТВ, с удовольствием смотрю эту передачу, мне очень нравится, тем не менее, очень понравилась такая фраза, что в ближайшие полтора месяца коррекции на нефтяном рынке ожидать не стоит. Ну, хорошо, что не было сказано, там, даю, там, голову на отсечение и так далее, и так далее. Таких фраз не было сказано, слава богу. Слава богу, да. А я читаю сайт Финамо, там такого не говорят. Хочу сказать, хочу сказать, что, в частности, небезызвестный нам всем Goldman Sachs, да, и печально кому-то, так сказать, с вожделением, потому что там высокие зарплаты у сотрудников, это вот для нас, скорее, вожделение, наверное, для инвесторов более печально известное. Он является очень крупным игроком на рынке комодитис, и знаете, как песни, по-моему, там, в 30-х годах, если надо кокинаки, долетит до Нагасаки, и покажет там о раке, где и как зимуют раки. То есть, все может быть, все может быть, и могут развернуть вниз нефть и продисконтировать долларов на 10. Поэтому я бы вот не стал так безоблачно говорить, что месяц-полтора нас не ожидает там коррекции. Но имелось в виду, наверное, что никаких фундаментальных нет оснований для того, чтобы, да, она сильно дешевела. Сложно сказать, потому что европейский сорт это фьючерс, и сейчас... Мы же не забываем о спекулянтах. Да, там заложены премии, такие спекулятивные, что насчет фундаментальных, вот, насколько работает спрос и предложение в свете тех вот скандалов о манипулировании ценами на западных рынках, которые и сейчас хотят, кстати, в Америке хотят убрать банки с этого рынка, с рынка комодитис. Это не случайно. Андрей, заулыбался, это к куклу опять мы вернулись. Нет, я просто хочу сказать, что сейчас перед выборами в Германии, там особо сейчас все это сгасится, все скандалы, там мы видим, что появляется на лентах сообщения, там, Греция, да, допустим, может не получить транш, там, или не все условия выполнены. Забыл сказать, на эту неделю. Давай, давай, давай. Пожалуйста, мне не расстреливаться, товарищ, я не паникер. Ну вот последние три дня движения по американскому WTI, да, по крайней мере, как на Блумберге комментируют западные аналитики, брокеры, там, кто угодно, говорят, что связано опять с ухудшением прогнозов по потреблению. То есть это Китай и мировая экономика в целом, да, то есть буквально, и, кстати, данные, по-моему, организации не экспортеров нефти, а вот западно-американская, по-моему, организация, не помню, как называется, они говорят тоже о том, что возможно снижение потребления. Вот и все, пожалуйста, и уже игра вниз идет. По поводу политических страхов я хотел сказать, что на этой неделе, да, опять была Греция, и опять была Испания, там, и Португалия, и, в общем, опять нервозность нарастает, нарастает нервозность. Ну, на долговом рынке, тем не менее, это пока не отражается никак. Уже как бы сначала была новость о том, что вроде бы транш Греции откладывается, вчера поздно вечером была новость о том, что Греция наконец-то выполнила резко все условия, согласилась. Ну, понимаете, ну, то есть опять тема всплывает, и, то есть нервозность и волатильность из-за сети могут начать расти, поэтому в августе не исключено, что нас ожидают какие-то опять неприятные пляски и попытка медведей продавить, в том числе наши индексы пониже на всем вот этом фоне. Ну, в этом случае мы бы говорили, что август может быть классическим, традиционным, ежегодно, да, что-то происходит. Единственный вопрос о том, в какой половине, то есть в первой или второй половине месяца может быть наибольшее давление. Вот здесь пока ситуация не ясна. Ну, и, кстати, в продолжении этого разговора, август-августом, но у нас еще на следующей неделе, до конца июля, насыщен событиями, которые тоже могут каким-то образом на динамику-то повлиять. Это из-за цены Федрезерва, ЕЦБ и так далее, и тому подобное. То есть пока у нас такие медвежьи настроения, да, радиослушатели могут нас упрекнуть в том, что вот вы все фактически подводите к коррекции. Верников, они у вас не медвежьи, это на коротком таймфрейме медвежи, а более глобально они совсем не медвежи. Мы, так сказать, быкам дадим, так сказать, какую-то стопочку сена немножко, охапочку, охапочку сена поесть. То есть американский рынок остается, наверное, одним из немногих, где, в принципе, возможность надувания пузыря сохраняется. Теоретически, если, опять же, кукловоды американские захотят, они могут не допустить коррекции рынка сейчас. Сейчас может быть боковое движение, и потом сразу пойдет где-то в сентябре, там, конец финансового года, начало нового, хорошие результаты нарисовать у фондов, и пойдет сразу вторая волна обновления максимума. Могут они это сделать? К сожалению, никак это не можем мы предвыгать. Вопрос, что нужно им это будет или нет, вот это вопрос. Хорошо, еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ послушаем и продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Мы подводим сегодня финансовые итоги недели. Говорим, естественно, о неделе будущей, ну и о нескольких, может быть, даже следующих за ними. В гостях сегодня Алексей Труняев, заместитель, начальник управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank, и Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу целей Capital Management. Два заместителя у меня сегодня. Так, я бы охарактеризовал сегодняшний эфир. Еще раз, телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Продолжим. Андрей, заговорил ты о том, что надо бросить немножко сенца быкам, ну, по крайней мере, малые... Это я сказал, что надо бросить. Ну, тем не менее... Он пусть бросает. На быков мы посмотрели, на тех, кто хочет все-таки, да, вверх значение индикаторов подбросить. На малых таймфреймах, конечно, медвежьи тенденции, а на таймфреймах больше что? Действительно, бычий рынок? Ну, вот, давайте поговорим про теханализ. У нас было ложное пробитие предыдущего максимума, двойного вершина на ТАТ нефти, и там медвежьи дезивергенции. Кто-то открыл там, на этом кто-то не открыл. Ну, в принципе, у меня были опленные подозрения, что не удастся пробить 132 по Газпрому, там, или 102 по Сбербанку. Но это не подозрение, это не единические сигналы, не формализованы, ну, просто подозрение. Просто подозрение. Интуиция некая, да? Да. Вот теперь ждем, когда это ляжет, это все, и об этом даже говорить мне не хочется, потому что это неинтересно. Ну, каким образом придет? Ну, маленькими шажками, большими шажками. Какая разница? Здесь необходимо отметить, что формально, как сказать, на дейли-графиках индекс МВБ пока стоит в покупке. Да. Но хотелось бы сказать, что мы не говорим совсем о черном, о желтом металле. Совершенно. Черном, желтом, да. Черном, желтом, зеленом. Я понял. Вот почему. И мы не говорим в тот момент, когда этот металл начинает отживать. Самое интересное. То есть ты считаешь сейчас именно тот момент, когда он начинает отживать? Да. Так, давайте. Ну, не говорите дальше. Только потом не обижайтесь, когда клиенты эту студию, черта мать, разбесут. Да, да, да. Что же вы мне, да, не говорили? Вот Верников говорил, а вы мне не говорили. 26 июля надо золото покупать. Значит, смотрите, как интересно. Когда, значит, все, значит, инфляция под контролем, меньше 2%, там, 1%. 8%, да. И людей зомбировали тем, что в Индии, значит, как бы НДС увеличили до 10%, что спроса в Индии нет. Ну, и в Китае тоже, да. Да. И в этот момент, самое интересное, золото начинает отживать, да. Почему оно оживает? У нас за последние 6 лет очень выросла стоимость золота добычи в мире. Вот у нас, например, в компании есть, ну, сотрудничество с одним золотодобытчиком, у него 800 долларов за унцию. Собестоимость. Да, но в целом, по миру, сейчас 1300 долларов за унцию. А теперь внимание на график, да? Да. А теперь внимание на график. А там 1300. И вот этот последний заход, вот, кто видел графики, в ниже 1300 долларов, когда вот паника была. 1180. Я смотрю, я секрет тебе открою, я каждый день его смотрю и активно торгую. Да. Паника была, да. Значит, это все интересно, но индикаторами он не подтвержден. РСА в НИСТО не пошел. И сейчас получается очень интересная ситуация. Крупнейший золотодобытчик Австралии. Вчера вышла отчетность. Себестоимость добычи 1286. И руководство говорит, в следующем году будет себестоимость 1400. И вы понимаете, что... И откуда 600 долларов за унцию тогда? Да, в общем, сейчас все предпосылки сложились к тому, что все понимают, что если золото ухнет вниз, то золотодобычки не будут инвестировать в добычу. Ну, понятно, да? И чисто технически оно хорошо смотрится. Там есть уровень 1350, 1400 и 1450 где-то, да? До 1400 дойти ему вообще нечего делать. Спокойно дойдет. Ну, там осталось 50 долларов. Не так кажется. Там сейчас ситуация такая, что от минимума пытается актив развернуться. За последние 2-3 недели мне, на самом деле, график золота, наверное, чем-то напоминает график наших металлургических акций. То есть попытка восстановления такая же, как и ММК, и НЛМК, там от минимума, так плавненько, плавненько, плавненько. По поводу бизнеса золотых компаний. Там происходит в этом случае консервация шахт. И у нас также мне вот рассказали ребята, что происходит консервация и просто не добывается тогда, когда становится это невыгодным. Вот к чему это приведет, это уже другой вопрос. По поводу того, как торговать золотом, я предлагаю всем торговать так же, как обычным активом, с помощью теханализа. То есть фундаментально не заморачиваться? Я бы не стал заморачиваться. То есть как бы принимать к сведению, но в торговле все-таки использовать технику. Использовать технику. Потому что там очень много спекулянтов, много различных фондов золотых и так далее, и так далее. И на одной фундаменталке там далеко не уедешь. Ну вот не уедешь. Те технические, даже индекс золотых жуков, ну есть два индекса в золотовывающих компаниях американских, да, где там 16 компаний, ведущих, да, он показал тоже признаки разворота. И поэтому и у нас золотодобычков тоже будут покупать. Это мой частное мнение, конечно. Вполне может быть, следим за техническими сигналами, следим за золотом, следим за золотыми акциями, которых не так у нас много. В принципе, люди, которые торгуют этими бумагами давно, они даже лучше нас все это знают прекрасно. Проблема в том, что они не слишком ликвидные, да, у нас... Но мы должны дать альтернативу, может, я не прав акциям. А то мы говорим акции депрессняк, а что вы, товарищи, предлагаете? Серьезно, да. Все люди, которые приходят в вам в студию в последнее время, заметили, предлагают покупать доллары. И все говорят одни и те же цели, 34-35, да. Ну, надо какие-то другие... Надо смотреть издержки и реально за счет... Альтернативные инструменты искать. Да, другое что-то поискать, да. Все зависит от объема депозита, от объема средств. И понятно, что чем больше средств, тем шире диверсификация. Никакой Америки никто не откроет. Если у вас есть 100 тысяч рублей, то попытки сделать какого-то супер диверсифицированного портфеля, как в свое время там Надя Грошик вам, да, было передать, нам 300 тысяч рублей. Мне, например, немножко смешно становится. Ну, да. Мы не будем. Ну, там была попытка популяризации, да. Да, теряется просто эффективно, если серьезно говорить. В основном, точки зрения, об этом никто серьезно не знает. Не стоит точки зрения, чтобы набрать побольше активов и пощупать, потрогать, как торгуется тот или иной, да. Это само по себе достаточно интересно. Но точки зрения эффективности какой-то, да, и прироста средств, эффективность теряется. Хорошо. Давайте, значит, сколько у нас, да, новостей 5 минуточек еще осталось. Вопросы-то есть? Это кому-то нужны? Нет, никому не нужны. Все деньги идут в Америку. Надувается американский пузырь. А в Америке, Леша? Да, в Америке. На следующей неделе Федрезерв. Да, на следующей неделе. Ждать чего, не ждать или уже тема все. Я не исключаю, что будет спекулятивная игра на понижение, на понижение из того, что, вот я слышу то, что говорят сами брокеры, торгующие на американском рынке, они скептически оценивают предстоящую неделю, считают, что вполне может быть и снижение, то ли большая коррекция, то небольшая, это уже другой вопрос. Сейчас могут прозвучать какие-то уже более серьезные намеки на то, что в сентябре будет все-таки начато снижение выкупа, да, программу QE3, да. И на этом фоне медведи в Америке также могут начать свою игру. К тому же, вот сейчас идет сезон отчетности американский, действительно, большинство компаний, компаний серьезных, хороших, и банки, и инвестиционные банки отчитались лучше ожиданий. Но надо понимать, что вечно такой продолжаться не может, да, и чем меньше аналитики угадали в этот раз, тем больше вероятность того, что в следующий раз как раз отчетность будет хуже. Ну, то надо говорить, что ожидания не особо были, да, завышенные. Либо ожидания были слишком низкие, но факт то, что уже в третьем квартале настолько превышать ожидания вряд ли получится, вряд ли получится. И в связи с этим тоже может быть какая-то фиксация прибыли, там индексы находятся на своих хаях, там есть что фиксировать, в отличие от нас, да, поэтому, соответственно, ситуация, она немножко другая. Ну, как я уже говорил раньше, в принципе, если они захотят, если они захотят, они могут не допустить большой просадки и надувать до конца года, и затем уже, когда вместо Бена Бернанки, сейчас вот говорят, два кандидата осталось. Ты за кого, кстати? Я не знаю, как это, Василий Иванович, вы за большевиков, а я за интернационал, я за международный финансовый рынок, чтобы он работал, чтобы не было никаких там террористических катастроф, атак и так далее. Это логично, я даже не с точки зрения там личных каких-то привержений, личных симпатий. Они могут надувать вплоть до ухода Бернанки, потом Бернанки уйдет, придется новая глава ФРС, он начнет новую политику, начнется повышение процентных ставок. Вот, вот об этом речь, новая глава обязательно начнет новую политику. Я хочу сказать, что, опять же, для быков это будет интересно, что само по себе повышение процентных ставок, это плохо для трежерис, да, для фикс инком, то есть доходность по трежерису может начать расти, она уже растет за последние недели, но покупки акций все равно могут продолжаться. Почему? Потому что при росте ставки обычно, что говорится, улучшились экономические показатели, да, экономика развивается, значит, в компаниях все хорошо, продолжаем покупать акции. И только когда капитал уже становится дорогим и акции становятся перегретыми, тогда может уже происходить обвал, лопается пузырь и так далее. — Возвращаясь, Андрей, возвращаясь к сезону отчетности американской компании, как ты в целом оцениваешь эти цифры? — Ну, вы правильно сказали, хотя некоторые компании типа Google или Apple, они не оправдали ожидания, да, но, в принципе, заложена с самого начала низкая база была, вот, поэтому это не могло явиться таким драйвером. И, скорее, даже если мы посмотрим, о чем говорят на крупных ресурсах трейдеры, они, скорее, обсуждают схему, там, понцы, там, или, ну, бернанки ругают, там, как-то... — То есть не о рынке, а вокруг рынка они ругают надувание пузыря. — Да, да, далеко это все от отчетности, уже отчетность не является для них указателем. — Драйвером таким, да. — Таким, да, вот. Ну, что касается развивающихся рынков, вот Алексей совершенно правильно сказал, что сейчас у нас происходит рост доходности, достаточно заметный рост доходности, например, бандов, да, и вот возникает вопрос, что, так сказать, светит развивающимся рынком в этот период. — Угу. — Может быть, ничего и не светит. — Ну, да, да. — Нет, но деньги в акции могут переходить, а по бандам развивающихся рынков, возможно, дальнейшая фиксация. То есть вот такая ситуация. До тех пор, пока не лопнет фондовый пузырь и там. Еще по инерции акции могут брать какое-то время. — Но, опять же, мы не можем прогнозировать, когда лопнет пузырь, да? До этого момента рынок несколько раз ходит вверх и несколько раз ходит вверх. — Конечно, все-таки мы играем по моментам. Я когда в 96-м году, так сказать, пришел на рынок, мне рассказывали, что доллар крахнет. И вот с тех пор... Причем это периодически возникает, какая-то ситуация. По поводу отчетности американских компаний, Макдональдс отчитал с хуже ожиданий, и многие аналитики, я читал, говорят о том, что вот это очень симптоматично, потому что Макдональдс присутствует в мировых экономиках различных, и у нас, и так далее. Следовательно, если не очень хорошо у этой компании, и у этой компании, значит, в экономике мировой не все так хорошо. И плохо отчитался Катерпиллер. Это тоже симптоматично, потому что компания продает технику строительную по всему миру. Значит, тоже не все так хорошо. Вот это как раз говорит нам о том, что кроме надувания пузыря, в других местах отчетность занижена, пузырь надувается, все хорошо, а здесь вот реальная ситуация. То есть вот эта статистика, она может быть более репрезентативна. Зато Кока-Кола, которая плохо отчиталась, она хорошо вышла из положения. Сказала, была холодная погода. Ну, а Макдональдс мог в этом случае сказать, сейчас у нас здоровое питание, поэтому бутерброды не едим теперь. Всегда можно какой-то повод найти. Так, еще две минутки у нас осталось. Значит, давайте о российском рынке, тем не менее, в деталях. Ну, Газпром, Сбербанк мы обсудили. Почему Газпром держат? Да, да. Почему? Не исключено, что в ближайшее время бумаги будут включены уровень А1. Это значит, пенсионные деньги можно будет потратить на приобретение этой чудной бумаги. Да, и кому-то, вероятно, очень хочется, чтобы это было сделано по тем ценам, которые сейчас, либо даже чуть выше. Вот такая гипотеза. Ну, что, это гипотеза рабочая, вполне рабочая. Если кто-то хочет ее опровергнуть, пожалуйста, можно позвонить. Ну, да, нет, ну, наверное, спорить мы не будем. Я к тому, что, смотри, здесь два момента. С одной стороны, вот этот спекулятивный, которым ты закончил, да, кто-то хочет, чтобы потом, ну, видимо, от этого получить некий, да? Ну, есть в бумагах реальный спрос. Вот МТС, я уже говорил, устойчивый спрос в префак, да, потому что тот же Сургут-Преф, ну, в Блумберге висит прогноз на увеличение дивидендов рубль 73, да, до прошлого года, по-моему, был рубль 48, если не ошибаюсь. А, в принципе, если курс доллара, средний курс доллара по итогам года будет выше, например, да, еще выше, чем, ближе к отметке 33, то теоретически дивиденды могут опять вернуться в район двух рублей, там, рубль 80-2 рубля. То есть даже по цене выше 21 имеем достаточно неплохую дивидендную доходность по Сургут-Преф. Норильский никель торгуется в коридоре, в принципе, где-то 4600-4800, соответственно, подбор 4600, отлив 4800, а там тоже все идет по плану. Ну, возможно, будет отсечка на промежуточные дивиденды, идет продажа непрофильных активов, то есть все то, о чем говорили, договорились новые акционеры, новые со старыми, да, то есть все воплощается в жизнь. Единственное, какой негатив по бумаге, то есть она тоже потенциально высоко дивидендно доходная, а стоимость металла на мировом рынке все-таки ближе к... Я понял. Леша, еще раз, да, новости на финансовом послушаем, и мы продолжим. Ну что ж, продолжим. Продолжим подводить финансы в итоге недели. Сегодня в студии Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Live Capital Pro Business Bank, и Андрей Верников, заместитель генерального директора по институционному анализу Церих Capital Management. Учитывая, что не так много времени у нас осталось эфира, давайте сразу же и продолжим. Про Сбербанк. Давай, да, про Сбербанк. Если кто обратил внимание, последние несколько дней, вот в интродэ, если рассматривать внутридневной срез, падение бумаг и снижение индекса внутридневной, если происходит, начинается со Сбера, начинают заливать Сбер. Но я бы все-таки связал с чем? Когда говорили про китайскую сессию, вот сегодня комментировали тоже, обозреватели отметили, что под давлением находились бумаги банковского сектора, девелоперы и банковский сектор, те, куда иностранные инвесторы вкладывали деньги свои в Китай, и откуда они сейчас, возможно, выходят. Ну и наш чудный Сбербанк, как Герман Оскарович сказал, если что-то плохо, наша бумага первая летит вниз, но если что-то хорошо, она первая и стартует. Но вот когда что-то плохо, поэтому отыгрывает, видимо, китайскую тему, мне кажется. Хорошо. Слабость вот этих провалов Сберии, интродненные, которые... Так, Андрей. Значит, мы сейчас уже, да, конкретику даем. Врубаю конкретику на полной. Кто меня и слышит, и видит, да. Значит, разделился у нас рынок на те бумаги, которые торгуют выше 200-дневной скользящей средней. Это такие бычьи. И депрессивные типа Газпрома, которым не далось... Ну вот, на этой неделе активно раскручивалась тема приобретения Роснефти, что, оказывается, Роснефть может кое-какие активы приобретать, но близко уже порог, что не сможет приобретать. Такая тематика. Но это явно бумага сильная. Явность Роснефть сильная бумага. Ну, что плохо? Допустим, я считаю, что она может прогуляться в районе 235, и там надо покупать. Но из этой студии игровых моментов конкретно не надо. Бумага может быть самая хорошая, да? Но входить надо все равно по игровым моментам. Вы понимаете? Вот, к сожалению, о чем я тогда говорил вам, о том, что мы играем по игровым моментам, а не по комментариям аналитиков, прогнозам, к сожалению, да? Это убивает, конечно. Но вот, тем не менее, если смотреть, надо, наверное, смотреть на те бумаги, которые торгуются выше 200-дневной социации. То есть это Лукоил, например, к примеру, да? Мне так кажется. Что касается Сбербанка, достаточно мутная. Я уже говорил, что я считаю, что до конца года динамика будет или по рынку, или хуже рынка. Там есть апеллённый уровень, это уровень 93,5. На этом уровне ЦБ повысил ставку в прошлом году, достаточно неожиданно, в сентябре. Это уровень магнитный. И вот кто сейчас шатит или покупает, имейте в виду, что всё время будет к этому уровню возвращаться. Он может, например, спикеровать на 90, а потом торгиться на 93,5, к примеру. Да, всё время можно что-нибудь сделать на этом уровне, и всегда будешь в плюсе. Да. Вот, ну вот и все мои. Пока. Пока. Лёш, ещё буквально два слова в отношении Газпрома и пенсионных денег. Ну, я ещё по индексу скажу. Значит, по индексу двухлетний понижает на тренд 1480, то есть нам до него ещё 5%, то есть мы не дотянули даже в результате вот этого подскока на 1000 пунктов. 1350-1450. А Газпром, я согласен, что если удастся обновить предыдущий максимум, 134-й, да, то будет движение в сторону 150. Ну, давайте сначала обновим. А пока что там понижательный тренд, который идёт с 200 рублей, он накрывает нас, и пока не удалось его пройти. Как раз где-то здесь и проходит, по-моему, в районе 135, очень важная точка такая. Я вижу, по Газпрому должна была быть, по идее, коррекция 118-120. Ну, держат его как бы. Я не знаю, будут держать дальше, не будут. Если бы всё было чисто рыночно, виделась бы коррекция в районе 118-120. А Лукойл, на мой взгляд, диапазон 2000-2050, где он был недавно, это скорее повод зафиксировать там прибыль и подождать, откупить подешевле при хождении куда-то ближе к отметке 1900. У Лукойла была скупка большая, и сам Олег Перв скупал через депозитарные расписки. Пока не совсем понятно, зачем это происходило. Об этом есть различные гипотезы, догадки. Я сам прочитал несколько гипотез. Но факт тот, что бумага, в принципе, дивидендно низкодоходная. То есть вроде бы всё хорошо, когда рынок плохой, она как-то не падает, её поддерживают. Но когда рынок начинает стартовать вверх, она отстаёт. И это, видимо, связано с тем, что просто занимаются, в хорошем смысле этого слова, вторичным рынком, то есть её поддерживают. Ну, вот такая вот особенность у бумаги. Поэтому я всё-таки выше 2000 рекомендовал бы фиксацию, а покупка, наверное, в диапазоне между 1800 и 1900. Что у нас ещё? Ну, про норникель я говорил. Не так много интересных бумаг. Самая горячая тема — это урка. Сургут-Преф, я уже говорил, что возможны сигналы на продажу. И если он разовьётся, и будет движение в сторону 20 рублей, наверное, там нужно будет бумагу подбирать. Потому что уже девальвационная тема будет отыграна, дивиденды будут повышаться. Так нефть-Преф устойчива. Она не закрыла пока гэп. То есть она не вышла на тот уровень, который был перед закрытием реестра. Одна, кстати, из немногих бумаг. И вот это вот интрига как бы. То есть там её хорошо тоже поддерживают. Там такие покупатели на уровне 98-97 спокойненько покупают, набирают. Я думаю, что тоже эту бумагу в портфель надо класть в расчёте на отработку традиционного сезонного цикла. То есть летом покупаем, январь-февраль — фиксация. Даже не дожидаясь дивидендов, не дожидаясь реестра. Всё равно может быть очень хорошая доходность. Так, что ещё интересно? На МТС сказали, значит, будет... Андрей предлагает горячую тему про Урал-Калей. Я по МТС, кстати, не исключаю, что будет вынос на следующей неделе. Возможно. Я, конечно, не могу гарантировать. Спекулятивный. До 290 рублей. Понятно, что... Я бы там рекомендовал скорее фиксацию. Потому что если дивиденды будут полугодовые, выше десятки, о чём мы говорили, то потом могут продисконтировать на 280 или 275. Но можно попробовать фьючерсом хитжануть. Не знаю, там народ уже отыгрывайте сами все эти темы, кто как хочет. В энергетику я не смотрел в последнее время. Ну, Росгидро пытался отскочить, и там сопротивление. Что ещё? По металлургам, а вот и НЛМК, и ММК примерно одно и то же, как про золото мы говорили. То есть от минимальных значений, восстановления. Но сейчас наткнулись на ближайшие уровни Фибоначчи. То есть, в принципе, возможно, опять сейчас какой-то заход вниз. Какой-то заход вниз. Если кто-то брал в самом низу, наверное, сейчас нужно фиксануть прибыль. Похожая ситуация в Северстале, на мой взгляд. Резюмировать можно? Рано покупать, товарищи. Резюмировать, а рынок находится чуть ниже. Если кто-то в позиции, значит, фиксировать. Рынок нейтральный, по большому счёту. Чуть ниже 200-дневный средний. То есть небольшой перевес всё-таки ещё в пользу людей. Нет, ну послушайте, ну чтобы покупать, нужно, чтобы показал акция силу, да? Что-то получилось. Есть отдельные сильные акции, которые можно покупать. Да, вот он, допустим, закрепится выше 210 рублей. И все скажут, опаньки. Да, будет расти дальше, значит. Да, то же самое по Газпрому. Я согласен полностью с Алексеем насчёт уровня 118. Там проходит 55-дневная. Это мне так кажется просто. 55-дневная. И средняя тоже, кажется, 55-дневная. Средняя, значит, проходит. Ну там нельзя тоже, как бы, там рисуется такая разворотная фигура, извините, голова и плечи, так сказать. Вот и вполне, так сказать, мы можем от этого уровня пойти на 135, да? Ну это как вариант. А если мы просвестим, так сказать, этот уровень 118, то пойдём уже мы не на 108, где у нас была поддержка там 170, 108, да? А пойдём до нисходящего тренда, где он там будет проходить, не знаю, ну где-то будет 102, может быть бы, да? Не дадут. Там пенсионеры зайдут. Вот. Ну не дай бог. Ну ты говоришь, что пенсионеры, кстати, зайдут повыше. Вот. Ну значит, ещё раз зайдут. Ещё раз зайдут. Если не получится. Если останутся, останутся ещё деньги. Вот. То есть вот обычно вы говорите, когда начинаете, что вот сейчас вот такая-то картина масла. Да. А я вам говорю, вот на вашу картину масла у нас есть картина размытой акварели. Не, ну они, как правило, совпадаются, тем не менее. Я бы ещё сказал о том, что мы сейчас говорили о технических уровнях, да, на которых можно построить как торговлю вверх, так и торговлю вниз, на самом деле, да? То есть, но фундаментальная ситуация по бумагам неоднозначна. Например, у «Газпрому» до сих пор проблемы с долгосрочными контрактами. С китайцами будет ещё очередная дискуссия в сентябре, если не ошибаюсь. По норникелю я уже сказал, да, то есть корпоративно всё хорошо, но цены на металл на мировом рынке ближе к самому минимуму находятся. И пока не очень получается от него отскочить. Проблема. Тот же самый у «Ралкали» с долгосрочными контрактами не всё безоблачно у него, да, то есть байбэк, понятно, так сказать, какие-то манипуляции, спекуляции. На вторичном рынке всё это хорошо, но фундаментально неоднозначная ситуация, да, то есть сказать, что денежный поток будет очень хороший, и надо... Есть определённые проблемы, поэтому... Есть компании, у которых чуть лучше ситуация, то есть, да, вот нефтяники, в принципе, на фоне девальвации опять, ослабления рубля очередного, который там по счёту... В общем, естественный процесс, мне кажется. Процесс экономика России замедлилась? Идеи испарились? Конечно. Кстати, по экономике, да, прогноз ухудшается, на самом деле, то есть, интересно, да, мы забыли сказать одну важную вещь, анализируя неделю, о том, что наконец-то принята программа правительства из пяти пунктов по разгону, ну, так, грубо говоря, по разгону российской экономики, значит, там на втором месте повышение инвестиционной привлекательности в том числе, но есть и другие пункты. Меня больше этот пункт интересует, честно говоря. Как будет повышаться инвестиционная привлекательность, я расшифровки пока не видел. Ну, то есть, просто там перечень неких задач, да, как это всё делать. А я знаю, с помощью программы «Сухой остаток» будет повышаться. В том числе, кстати. Нет, это серьёзно, то есть, хорошо, что такая программа есть, да, можно, конечно, понятно, что мы все из себя тут отстало и так далее, но это позитив, да, то есть, такие программы должны быть и желательно ещё их выполнять, а не только принимать. Ну, вот именно поэтому, в очередной раз, ведь это не первый раз, да, надо повышать инвестиционную привлекательность. Ну, давайте, как, не знаю, ну, забыли. Давайте следить, да, буквально вчера, по-моему, приняли из пяти пунктов. Вот будем смотреть теперь, какие шаги будут предприняты. Ну, и последний, наверное, три минутки осталось, Андрей, Лёш, по поводу перспектив рубля, хотя, собственно, мы уже обмолвились с того, что... Мне видится некая-некая такая девальвация, не слишком сильная. Я думаю, что всё равно, вот цель 35 озвучивали, и, видимо, она устраивает, и устраивает экспортеров. Ну, я не знаю, насколько она устраивает ЦБ. Минфин, наверное, она больше устраивает, потому что Минфин говорил о том, что нам для укрепления экономики нужна девальвация. Невальвация, чем больше, тем лучше. Ну, видимо, движение туда, вот, может быть, в сторону 34 или даже 35 в ближайшие полтора-два месяца вполне возможно увидеть. Андрей? Если говорить о корреляции, то никакой корреляции, ну, в таком плане, вот, корреляции между нефтью и рублём нету. Она, ну, всё равно это всё-всё влияет, в общем, в таком другом промежутке-то, в общем. И я думаю, всё зависит от нефти, но мне пока видится, что вообще будет заперто в виблённом диапазоне, а это движение, которое мы говорим на уровне 34-35, это будет где-нибудь в самом конце года. И, кстати, возможны коррекции вниз, как раз все карты сойдутся. К концу года как раз тоже, да? Всё как раз сойдётся. Тогда можно переписать нашу программу. И поставить вторую дату. И все скажут, что, видите, вот видите, как хорошо экономика наша теперь укрепится. Это будет зима, но ты оденешь эту же рубашечку, я тоже летнюю одену, чтобы никто не понял. Посмотрим, насколько она укрепится при курсе 35. Да. Да. Так, ну, минута осталась, минута осталась. Давайте, конец недели, тогда пару слов в ожидании выходных, Леш. Ну, я могу сказать, что, несмотря на то, что сегодня много опять проблем, поднимался негатив по поводу российского рынка, я всё равно остаюсь таким, может быть, оптимистом по поводу того, что наш рынок должен жить, и мы должны торговать нашими бумагами, потому что все эти западные пузыри замечательные. Это всё, конечно, хорошо, но давайте будем смотреть то, что у нас перед глазами происходит. И несмотря на то, что капитализация компании Уолт Дисней выше, чем капитализация Газпрома, и, в принципе, я к Газпрому отношусь отрицательно, но если мне предложат выбрать из этих двух компаний, я, пожалуй, всё-таки выберу Газпром. Будем патриотами, Андрей. Я оптимист. Давай. У нас есть компании-люди, которые загнали счёт в десятки раз. В десятки раз. Вот. Говорит само за себя. Причём на этом рынке. Спасибо огромное. Алексей Труняев, Андрей Верников сегодня были в студии Сухого Остатка. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Спасибо моим гостям. Всего хорошего. Счастливых выходных до понедельника.